Председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции находится в Северном Казахстане с трехдневным визитом. Он посетил управление миграционной службы. Репортаж Алены Хан. Свой визит Алик Шпикбаев начал с посещения управления миграционной службы. Его открыли в Петропавловске в декабре 2017 года. Оно стало первым в Казахстане. Здесь оказывают 12 видов госуслуг. Первым делом представитель агентства узнал о работе справочно-информационной службы и попросил книгу жалоб и предложений. С начала года их не поступало, как и нарушений в предоставлении услуг. Я думаю, если вы заметите, в летний период в 10 раз увеличивается количество посещений. Ну какие-то все равно вопросы возникают. Надо всем давать возможность. Оно должно вот здесь лежать, на видном месте или висеть вот здесь, чтобы люди могли оставить свое мнение о качестве обслуживания. Электронная очередь, мультикасса, нотариус, страховые компании, бюро перевода – все это упрощает работу миграционной службы и позволяет выполнять ее быстро и качественно. Наиболее распространенные услуги – это временная регистрация иностранцев, оставление на постоянное место жительства и выдача и продление разрешения трудовым мигрантам. Данный центр работает по принципу безбарьерности, открытости, прозрачности. Олег Шпикбаев отметил, что нужно ввести единый дресс-код для всех сотрудников миграционной службы, чтобы форму и погоны сменила гражданская одежда. Таким образом, исчезнет психологический барьер между специалистами и иностранцами. А в бэк-офисе идет обработка документов. Председатель агентства подчеркнул, что помещение нужно использовать рационально. Здесь не должно быть комнат отдыха. А все сэкономленные деньги нужно направить на поощрение сотрудников. Условия созданы самые лучшие, комфортные, клиента ориентированы, на людей все это сделано. Поэтому хотел поблагодарить и руководство области, и те, кто здесь работает, создают эти условия. Самое главное, чтобы сейчас поработать, чтобы люди, которые здесь получают, чтобы выходили, и каждый мог сказать спасибо. Затем во дворце спорта прошла товарищеская волейбольная встреча. В одной команде столичные гости и Акимобласти, в другой – журналисты и представители неправительственных организаций. Несмотря на то, что это дружеский матч, команды продемонстрировали хорошую подготовку. Первую партию, конечно, мы проиграли со счетом 25-23. А постараемся вторую партию выиграть. Соперники достойные, соперники играют хорошо. Видно, что в волейбол играют. И есть среди них профессионально бьют и подают хорошую подачу. Игру закончили со счетом 3-2 в пользу команды главы региона. Алена Хан, Адель Нуржанов, Новости МТРК.